здравствуйте друзья хотел показать вам такую редкую картинку ну по нашей местности редкую так обычно ну солнышко обычно солнышко бывает тучки редко но бывают тучки а вот так что в таком молоке буквально ехать я уж и не припомню когда такое вообще было необычно так видите даже там силуэты такие совсем недалеко вот может быть метров там 200-300 уже такие еле-еле силуэты просматриваются очень очень прикольно сегодня я напоминаю 20 декабря 2018 года мы с вами в кремниевой долине едем по городу сани вал в направлении портов компьютерскую через 10 минут там 15 минут будем на месте и вот такая можно сказать природная аномалия а в это время пока мы тут с вами едем значит рынок ценных бумаг продолжает обсыпаться и уже упал меньше там чего там 23000 что в общем существенно и нефть цены тоже обваливают стопом 46 долларов за баррел сегодня то есть тоже тоже как бы сыпется сыпется все это на страхах что как бы чего не случилось или как это всегда бывает ну там много много разных факторов мы не анализируем на наш дел такое просто наблюдаем но в общем так интересно все происходит был сигнал такой со стороны президента трампа что он готов подписать бюджет на ближайшие там пару месяцев чтобы продлил и продлить бюджет так называемый стоп гэп да чтобы значит не было перерыва финансирование правительства а там уже феврале разбираться дальше но поскольку феврале уже будет демократическое большинство в палате представителей то уж это что он не сможет сделать сейчас уже там ему точно не удастся то есть как бы уж совсем ситуация ухудшается поэтому вдруг он сначала сигнал давал что подпишет вот это все а и тут же сенаторы прибежали все сделали сейчас уже в палату представителей они должны и спустилась и тут вдруг он с утречка пошел в твиттере чесать что мол не допустим ну как то есть на него начинают давить вот там не то что сам он может и внимание не обратил на это как бывает он в гольф играет ему не до этого но тут вот какие-то люди начинают давить он тут же в твиттер играть не допустим болен там сейчас вот шатдаун устроим там и так далее все нервничают мало ли там чего еще устроить в общем так вот как-то у нас нестабильно нестабильно но но ничего страшно я я лично не не переживаю вообще как-то знаете устаешь наблюдать ну как бы вот сидишь там в цирке ну клоун вышел там ну сколько он этот ну конечно у него есть арсенал определенный там но уже устаешь арсенал ты не меняется ну сколько одно и то же представление смотреть там много других дел мне не до этого вот с вами поговорить вот показать вам молочную белизну кремниевой долины некоторые скажут а вот у нас там в томской области в прошлом году там я не спорю но я же там в томской то меня нету и на алтае нету и на западной украине там нету а вот чего есть я показываю у нас и в названии написано голос силиконовой долины не не какой-нибудь там еще другой долины а вот этой вот в таком вот мы и живем вместе у нас сегодня там день рождения у сотрудницы наталью зовут наталья день рождения жена моя приедет с подарком и софия делает торт вчера ушла пораньше с работы чтобы сделать торт так что я вам покажу торт сегодня друзья у нас впереди сюжет с тортом софия вообще здорово торты делать так она умеет вот и знаете что есть ощущение приближающегося нового года особенно если зайти куда-нибудь в магазин знаете у нас тут все как-то в магазинах с елочками разукрашенная очень симпатично вот на улице не так чувствуется а когда зайдешь куда-нибудь очень чувствуется вот светлана моя подмечала что когда мы во флориде были там вроде бы даже и были где-то елочи какие-то были но не было такого вот как сказать по-другому воспринимается что ли где-то они там по чуть-чуть вот а здесь новогодние чувствуется и переживается острее может быть от того что климат у нас такой ну снега нет конечно но может быть такой более холодный менее тропический как-то в тропиках вот этот дед мороз не смотрится мы как раз примерно в это время год назад ехали там через панамский канал на круизном лайнере и останавливались там выходили погулять в разных странах и там я уж не помню коста-рик там колумбия да и вообще вот какие какие-то там были в картохене мы были да и там тоже где-то вроде елки стоят ну так как-то знаете юморно очень смотрится вот это все там как-то не по-настоящему карикатурно так что вот флорида такая тоже более тропическая в той части где мы были вот а здесь уже зима так зима что еще у нас интересного мы на самом деле в таком процессе сейчас когда подводятся итоги года ну там всякие и финансовые просто там с точки зрения планирования посмотрите мужик там слева крутит таким плакатиком это он зазывает идите мол квартиры до сучинга что в этом комплексе сдаются квартиры вот это пожалуйста машет такой штучкой вот он стоит на часовой работе человек вот вот видно вот он там стоит значит такой активный да подводится итоги значит мы какие-то планы строим на на будущее у нас планов много планов у нас друзья всегда много вот и я потом ближе к делу расскажу не всегда получается как в плане знаете вот ты на раз так спланируешь чем-нибудь и вроде даже задумано неплохо а начнешь делать и не идет или идет но не туда или не так или получается такое что думаешь нифига себе вот это друзья вот бывает с нами тоже здесь сам удивляюсь иногда думаешь вроде уже взрослый там мог бы и угомониться там как-то остепениться нет нет друзья как начнешь планировать как начнешь планы в жизнь притворять тут такое вообще сейчас стало сложнее находить людей действительно в кремниевой долине как бы дорого так все и какая-то часть народу просто схлынула какие-то люди которые работают они очень здорово зарабатывают потому что компании в борьбе искать за качество рабсил платят какие-то не невероятные деньги просто сказочные то есть я знаю людей которые там ну ну в тестировании там и и под 200 и за 200 и так далее в общем-то и и и под и под 300 знаю тоже зависимости там от опыта и тогда тысяч в год поэтому стало все дорого и не хватает людей то просто реально нет людей вот у нас софии мы общаемся периодически там на тимы трудоустройства выпускников вот она говорит постоянно какие-то новые компании подходят постоянно какие-то люди которые там 5 лет назад 10 лет назад 15 лет назад менеджер брали кого-то вдруг они сейчас выныривают в попытке найти человека и вот требования и так далее и и вот мы смотрим на это и из 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 тех требований которые есть значит мы пытаемся вычислить куда нам двигаться как школе но в общем нет нет людей понимаете они они уже не знают там за что хвататься к сожалению когда ты учишь кого-то профессии ты можешь сказать вот неплохо было бы там знать три языка программирования правда лучше чем один хотя я утрирую одного достаточно в нашем деле но допустим и вообще хорошо бы знать язык программирования вот так один но дальше начинается что из тех кто у нас есть мы скажем не все освоят или скажем так на таком уровне освоит что не стыдно потом сказать и в резюме написать и куда-нибудь на интервью послать уже не знаешь сколько освоят а вроде а учишь всех правда и деньги там все платят и все результат в общем сложно то есть есть вещи которые нужны есть вещи которые можно в реальное время реализовать и это не одно и то же к сожалению не одно и то же поэтому мы всегда вот так лавируем между тем что надо бы и тем что за какое-то реальное время и какие-то относительно разумные деньги можно осуществить вот как-то такая такая вот идет комбинация мы в новом году уж как я не хотел значит принято решение с первого марта немножко повысить стоимость курса не незначительно там на 250 долларов то есть это будет не 4500 как сейчас на это будет 4750 я я крутил мудрил считал перекладывал там и так далее но действительно как бы вот уже меньше чем это не получается и совсем ничего не делать тоже не получается поскольку у нас расходы растут то есть это не не в том смысле что мы повышаем чтобы нахапать побольше а в том смысле что что в убытке не быть поэтому приходится так в общем я я не любитель повышать цену меня я могу сказать что когда мы школу это начали в девяносто четвертом году цена была 4000 вот сейчас 4 500 а в девяносто четвертом году было 4000 то есть это говорит о том что в общем то мы мы не любители повышать цены и даже вот эти четыре пятьсот стали два года назад до этого так и было четыре представляете да вот девяносто четвертого года двадцать четыре года и за через них двадцать двадцать она была одна этажа там правда что произошло стало немножко больше студентов в группе то есть у нас раньше было другое помещение и там в классную комнату помещалась местечко поближе есть в классную комнату помещалась человек там 12 13 14 вот сейчас у нас классных комнат чуть меньше и народ туда помещается больше вот светлый образ народу помещается больше его за счет того что народу помещается больше за счет этого нам давалось сохранять цену так что у нас тут выключаем движок все человек сзади прошел студент между прочим так 11 часов там без пары минут утра ну хорошо друзья я движусь на работу вот всем хорошие погоды и праздники приближаются мы еще отдельно с праздниковым отдельно так вот у нас такая обстановка четверг у меня еще урок сегодня вечером онлайн и и после этого пятница последний день у нас будет перед каникулами пятница завтра мы с утречка у нас прямой эфир а дальше все остальное все ребята счастливо я побежал